Получить льготные лекарства, оформить путевку в санаторий или добиться установки нового протеза. Для решения этих вопросов Ставропольцам больше не нужно далеко ездить. Специалисты прибудут сами. В Краевом отделении Фонда социального страхования стартовала серия выездных приемных. Одна из них сегодня развернулась в Ипатово. Виктория Середа убедилась, вопросов у пришедших было много. Скажите, с какими вопросами вы сегодня пришли? Я хотел насчет протезов узнать и насчет коляски. Николай Бараник приехал на прием в Ипатово из Апанасенковского района. Мужчина уже долгое время не может добиться необходимых протезов. На тех, что медики предложили взамен, Николай продержался всего три дня. Там все уверяют, что ходят люди на этих протезах. Но я не верю, потому что я на них три дня пробовал, и так и не получилось. Мужчине пообещали, что постараются решить его вопрос. Следующий посетитель не с вопросом, а с жалобой. Уже третий год инвалид второй группы Петр Пашков не может получить путевку в санаторий, чтобы хоть немного подправить здоровье. Его же надо подкреплять вроде бы как каждый год, этот санаторий, это лечение. А получается это, ну как, сегодня был, завтра нет, и все это уходит на смартфон. Вот я хочу узнать, почему. Именно в тот год, когда обращается с заявлением гражданин, он путевку не получает. Он ее получает на следующий год, может быть даже через год, в соответствии с очередностью, которая сложилась у нас в крае. А вот Нелли Ермакова узнала о работе приемной случайно. Тут же отложила все дела и поспешила на встречу с сотрудниками фонда. Ведь в Ипатова такая выездная бригада впервые. Сейчас меня интересовали, допустим, получение ортопедических кроватей, кресел и так далее, порядок, возрастная категория граждан, которые имеют на это право. Ответы на большинство справочных вопросов сегодня несложно найти в интернете. Но специалисты фонда уверены, никакие современные технологии не заменят живого общения. Порой только личный диалог способен решить насущную проблему. Практика выездных приемов граждан у нас, значит, та с прошлого года. В этом году мы хотим особое внимание уделить отдаленным территориям края, поскольку жители этих территорий не всегда имеют возможность прийти на личный прием к руководителю. Сейчас мы охватили Ипатовский, Туркменский, Панасенковский район. Сотрудники фонда настроены послушать и помочь каждому, кто в этом нуждается. Совсем скоро выездные приемные доберутся до Кировского и Левокумского районов, Буденновской и других территорий края. Виктория Середа, Николай Попов, Ставропольское телевидение, Ипатовский район.